Прелестное, конечно, событие последнего времени. Это новый герой России, это новая культовая фигура, действительно с огромной всероссийской известностью и узнаваемостью. Это Пашаев, это бывший адвокат Ефремова. И, как я понимаю... И бывший адвокат вообще. И бывший адвокат вообще, более того, следком сел на его загривок и начал выяснять, что, собственно говоря, происходит в его черепной коробке. Мне кажется, у СК такая же проблема, как у РПЦ. Они тоже сейчас очень оживились и ищут добычу, потому что, я не знаю, может быть, как-то поредели ряды. Каждый из нас их добыча. У них нет с этим, Оль, поверь мне, нет проблем. Но вот чтобы один процесс, один процесс сохранил бы сразу столько людей, столько судеб, столько надежд, вот я, честно говоря, не... Хотя нет, припоминаю. Вот как вы думаете, ампутация, ампутация, к примеру, ноги, раньше происходила быстрее, чем сейчас, или медленнее? Господа и дамы, быстрее, совершенно верно, потому что оперируемый орал, так наркоза не было. Болевой шок мог загнать в гроб кого угодно и действительно делали с невероятной скоростью. Но сейчас время ампутации значительно увеличилось, потому что была тогда популярна гильотинная или так называемая колбасная ампутация, французская ампутация, когда это все делалось там за... У некоторых хирургов, там типа Бенджамина Белла, у шотландца, он делал за три минуты. К чему я это говорю? Что был такой Роберт Листон, англичанин. И вот одна из его операций, одна из его ампутаций принесла 300% смертность. 300%... Во-первых, умер пациент. Во-вторых, умер от гангрены ассистент, которому Листон отрезал пальцы в процессе ампутации, который держал больного. И еще от инфаркта скончался один из зрителей. Это вы сейчас рисуете Пашаева и его успехи. И его невероятные успехи, как можно похоронить одним процессом одной только адвокатской работы так много народу. Но вообще он действительно фигура яркая. И я не удивлюсь, если его намерение пройти, баллотироваться в Госдуму. Хотя нет, я думаю, не получится, потому что другого повода вот так вот посверкать на медийном горизонте, кроме Ефремовского процесса, у него не будет. А год это достаточно для того, чтобы самую яркую фигуру засосало бы в трясину полной и абсолютной безвестности, без всяких надежд. Ну, надаренный в этом смысле человек. Оленька, да не важно, вот как говорит один мой друг, не важно, кто как спел песенку. Важно, кто спел ее по телевизору. Кстати, кстати. И это важнейший момент. Наш с вами любимый, без преувеличения, Александр Андреевич Проханов тоже песенку вот сейчас поет какую-то. Я все время вижу заголовки, Проханов во всем разочаровался, перековался и переобулся. Что произошло? Ну, во-первых, то, о чем, конечно, конечно. И я считаю, что как формулировщик вот этого всего кровавого нафталина, этой дикости, которой нет места, не в сегодняшнем дне, я уж не говорю про завтрашний, он абсолютно неподражаемый, его изучать надо, он великолепен. Более того, в отличие от всей этой шушеры, которая в основном кривляется, в основном от всех этих православных банкиров, даже от того же самого бедного нашего большого мопса Никитки, он-то абсолютно искренен, и он верует и исповедует то, во что он говорит, да, и о чем, в общем, патриоты потеют под одеялами, то озвучивает про ханов вот эту вот необходимость захапать Беларусь, да, сделать ее снова такой же несчастной, но зато интегрированной в некую страшную советскую систему. На полном серьезе люди собираются в Москве в помещении Союза писателей в 21 веке и обсуждают, Оля, вопрос о том, как им сейчас перенять опыт Византии в вопросах построения взаимоотношений церкви и государства. Меня все уверяют, что они стебутся, а я вот дурак ведусь на это, на все. Но, Оленька, вспомним мою биографию, я-то их хорошо знаю, я был в свое время одним из них, да, я знаю эту публику, они не стебутся. Это действительно мечты, и наплевать бы на эти шизоидные мечты, если бы их не разогревал, не подогревал и не культивировал лично Владимир Владимирович Путин, который все эти бредни, в общем, разжигает. Ведь мы же видим, что там Следственный комитет, кстати говоря, целый отдел организовывает, который будет заниматься расследованием неправильного понимания Второй мировой войны, да? И мы видим, что там абсолютно легально совершаются и говорятся вещи не просто дикие, а запредельные, и это и есть идеология сегодняшней России, которая лишний раз доказывает, что, в общем, к сожалению, распады не избежать. То есть Параханов не переобулся, а просто говорит все как есть? Нет, 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 изучать надо Александра Андреевича.